Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Уважаемые члены правкома, начнем наше заседание. Аркадий Семенович, снова на вас жалоба. К ветерану. Выслуженный человек. Мы вас очень уважаем, Аркадий Семенович. Но в этот раз правком будет настаивать на вашем увольнении. Как увольнении? За что? Это же фельдкина грамота. Там даже подписи нет. Если бы это первый раз. А так? Сигналы на вас поступают регулярно. Общаемся мы с вами не впервые. Слушай, щенок. Я тебе... Скорую вызывайте, скорую. Аркадий Семенович Челноков был уважаемым сотрудником. На заводе он трудился четверть века. Недавно овдовел. На ветерана стали поступать анонимки. Будто бы он пьянствует, делает непристойные предложения молодым женщинам, заманивает их к себе домой. Имена и фамилии женщин не назывались. Всего на Челнокова поступило пять анонимок. После каждой шли разбирательства в правкоме. Во время последнего мужчину увезли по скорой. Сердце не выдержало. В больнице он скончался. Провели вскрытие. Результаты были неожиданные. Их немедленно передали в областную прокуратуру. Что там у тебя? Ой, я тебя умоляю, давай коротко по сути. Могли и убить, товарища Челнокова. Вскрытие показало повышенную дозу дегатолина. Это у нас что? Это лекарство, которое поддерживает деятельность сердечной мышцы. Отпускается оно? Препарат отпускается строго по рецепту. Угу. То есть накапал, перенервничал и к братцам? Да. Угу. Тут еще кое-что. Что? Я общался с соседями заводчанина, и они сказали, что недавно в квартире Челнокова появлялись молоденькие девушки. Андрюша, я не завидую. Давай иду и на квартиру к дядечке, узнай, кто ему эти капли выписал. Там осмотришься, а потом в ЖЭК. А в ЖЭКе узнай, кого он собирался прописать. Ну, чего сидим? Все, концерт окончен. Открыв квартиру Челнокова, сыщики увидели вывернутые ящики, по комнатам были разбросаны вещи. Понятые, проходим. Не топчитесь тут. Сфотографируйте следы. Хорошо. Я же сказал, поосторожней. Да куда уже осторожней? Следы валенка, что ли? Сам ты валенок. Найдите хозяйскую обувь. Недалеко от двери оперативник нашел приметный след от обуви. Интересно, что по размеру он не подходил под хозяйский. Вполне возможно, отпечаток оставил тот, кто взломал сервант. Ну, размерчик явно не тот. Что скажете, Валерий Львович? Про опер. Размеры не Челнокова. Ну, остальное после. Тут какие-то капельки любопытные. Берем на экспертизу. Вот эту бутылочку с каплями нашли в квартире погибшего. Интересно, что на стекле имелись совсем свежие отпечатки пальцев. Одни принадлежали Челнокову, но был здесь и след неизвестного человека. Изучили и содержимое бутылочки. В ней действительно была настойка на перстянке, но очень высокой концентрации. Не такой, как указано на этикетке. При регулярном использовании, даже при соблюдении рекомендаций врача, препарат становится ядом. Следователь решила поговорить с лечащим врачом Челнокова и узнать, как в руки пациента попала настойка со смертельной концентрацией. Меня интересует история болезни вашего пациента Челнокова Аркадия Семеновича. Челноков Аркадий Семенович. Вот все расписано. Инъекции витаминов. Два укола еженедельно. Да, но умер-то он у вас не от витаминов. Он не у меня умер. Он на работе умер. Но лечили-то его вы. Лечил я его правильно. Отравой. Настойка концентрирована. Как ваш одеколон. Ну, знаете. Все лекарства приходят из облздрава. Вот их и проверяйте. Вот настолько. Проверяйте концентрацию. Это была медсестра Сидорова. Она делала уколы погибшему. Врач пригласил ее для беседы. Медсестра Сидорова. Татьяна Эдуардовна. Татьяна Эдуардовна, я скажу сразу, что инъекции Челнокова меня не интересуют. А что тогда? Капли с настойкой. А при вас Челноков их употреблял? Да. Регулярно. Хотя иногда порывался накапать больше. Аркадий Семенович очень переживал из-за анонимок. Его на работе кто-то обвинял в аморальном поведении, а волнения сказываются на сердце. Ну, это я знаю. Я вот слышала, что вроде бы молодых девушек он к себе зазывал, спаивал, приставал. Бред. Пусть у них язык отсохнет. То есть к вам он не приставал? Аркадий Семенович относился ко мне уважительно. Никакого алкоголя не предлагал. Угощал чаем, конфетами. Не более того. Ну, хорошо, Лапочка. Я настойку возьму на экспертизу. А вот с вами мы не прощаемся. Пузырек с настойкой из кабинета врача изучили. Никаких отклонений от нормы. Концентрация, как и заявлено на этикетке. Скорее всего, капли Челнокова подменили, когда уже его баночка была открыта. Но кто это сделал? Тот, кто проник в квартиру? Или смертельный препарат как-то связан с анонимными письмами, которые поступали заводскому руководству? След, который нашли в квартире Челнокова, пока что не понимаем чей. Подошву не определили. Возможно, ин пошив. Отлично, Носов. Ну, а по анонимкам хоть что-то есть? Вот, из правкома передали. Кое-что накопал. Изучил каждую из пяти анонимок. В правкоме полагают, что писали разные женщины. А вот эксперты утверждают, что писала одна и та же женщина. Лингвистов носил. Сказали, человек с юга. Бабылюет, кошелка. То есть человек, который это писал, скорее всего, долгое время жил на юге Украины, да? Да. И речь у него должна быть с южным выговором. Ну, с произношением. Интересно. Вот кто папу убил! Что вы тут совещаетесь? Это были дети покойного Челнокова. Они только что приехали из Курска, прямиком отправились в ЖЭК. Там их ждал неприятный сюрприз. Заявление отца с просьбой прописать в нашей квартире какую-то дудко Ирину. Между прочим, младше меня будет. Ну, положим, то, что младше, это не преступление, а вот в отношении того, что прописать, это интересно. У нас есть адрес этой дудко? Да вот, вот, все. Мы бы и сами. Но, боюсь, разорву ее на мелкие кусочки. Поехали. Во время совещания правкома стало плохо ветерану войны Аркадию Семеновичу Челнокову. Его сердце не выдержало обвинений в аморальном поведении. Причиной рассмотрения персонального дела Челнокова стали анонимные письма, которые регулярно поступали руководству предприятия. Челнокова увезли в больницу, но спасти его не удалось. Вскрытие показало, смерть наступила из-за высокой дозы дигиталина. Он содержался в сердечных каплях, пузырек с которыми нашли у погибшего в квартире. Это лекарство Челноков получал в больнице у своего лечащего врача. Выдаваемые пузырьки проверили. Содержимое соответствовало ГОСТу. Выяснилось, пожилой мужчина собирался прописать молодую девушку у себя в квартире. Она стала главной подозреваемой. Расскажите мне о Аркадии Семеновиче. Аркадий Семенович, Царствие Небесное, был очень добрым человеком. Настолько добрым, что решил прописать вас в собственной квартире? Да. Он даже жениться на мне был готов. Скажите мне, как незамужний, незамужний, а где вы таких мужчин находите? Ирина рассказала, случайно познакомились с Челноковым. Он стал оказывать ей знаки внимания. Однажды пришел в эту комнатушку и расстроился. Сказал, что такая девушка не может жить в стесненных условиях. Аркадий Семенович сказал, что обо всем договорится сам. Все решит в ЖЭКе. Это вы имеете в виду по поводу прописки и документов, да? Да. На груди Ирины Дудко блестел золотой кулон. То есть к вам он не приставал? Аркадий Семенович относился ко мне уважительно. Похожий кулон следователь видела на медсестре, которая делала уколы покойному Челнокову. Ну хорошо, Лапочка. Я настойку возьму на экспертизу. А вот с вами мы не прощаемся. Еле заметная деталь. Однотипные кулоны вывели следователя на неожиданную параллель. Медсестра Татьяна Сидорова и Ирина Дудко – сестры. Сидорова носит фамилию мужа. А вот Дудко к 27 годам была свободна. Все указывало на то, что именно медсестра могла заменить каплю в бутылочке Челнокова. Концентрированный препарат приближал мужчину к смерти. А в это время документы Ирины Дудко отправились в ЖЭК. Считанных дней не хватило, чтобы девушка прописалась в квартире. Вот умничка. Старик твою сестру к себе в квартиру прописал, а ты его каплями. Да не трогала я его капли. А мы проверим. Вот снимем отпечатки твоих пальцев и проверим. Скажи еще, что про квартиру ничего не знала. Не знала. А, ну да, это же твоя сестра случайно с ним познакомилась. А ты тут никаким боком припек. Почти. Татьяна Сидорова призналась. Челноков как-то встретил ее с сестрой на улице, остановил, старался привлечь внимание Ирины. Здравствуйте. Познакомьтесь, это моя сестра Ирина. Приятно познакомиться. Знакомиться, вы очень похожи на Танечку. Очень. Надо вас вместе сфотографировать. Вы увлекаетесь фотографией? С детства. Лет сто? Ирка. Что? Ничего, не обижаюсь. Такая вот случайная встреча. Случайная. И о том, что покойный вашу сестру к себе в квартиру прописать хочет, вы тоже не знали. Да послушайте, у нее своя жизнь, а у меня своя. И вообще мне из этого Челнокова от мужа досталось. В смысле? Однажды медсестре на домашний телефон позвонила какая-то женщина. Трубку взял муж Сидоровой. Ну и давай, следите за своей кошелкой. Кошелкой? Ну да, так муж сказал. Неприятно, конечно. Кошелкой меня никто не называл еще. Криминалист снял отпечатки пальцев у Сидоровой и ее сестры. Выяснилось, что пузырька со смертельной настойкой девушки не касались. Ну или как минимум не было тому доказательства. Есть еще один довод. Очевидно, что Ирине Дудко нужен был живой Челноков. Ее прописка еще не была оформлена. Сестры все еще оставались под подозрением, но в то же время следствию не давал покоя автор анонимок. Этот же человек, судя по лексике, звонил медсестре на домашний номер. Вот эти образцы. Пару дней ушло, чтобы разобраться. Медальку дадим. Рад стараться. Итак, я изучил все пишущие машинки завода управления. Анонимки печатались в нескольких кабинетах сотрудников отделов кадров. Так а что мне с этими бумажками делать? Фамилии где? Пишешь машинке из трех кабинетов. В общей сложности допуск имеет 16 человек. Предлагаю начать вот с нее. Заместителя начальника отдела кадров. Три из пяти анонимок были напечатаны на машинке из ее кабинета. Принимается. Три из пяти анонимок. Всю работу не переделаешь. Не переделаешь, Клавдия Петровна. Так. До завтра, Клавдия Петровна. Да, до завтра. Инна Васильевна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Хатименко. Можем поговорить о вас в кабинете? Там поговорить не получится. Петровна полы начала уже мыть. Петровна это ваша уборщица, я так понимаю? Да. Она у нас самый главный начальник. Инна Жамнова сообщила, что почти всегда задерживается на работе. Поэтому уборщица Клавдия Дворкина выпроваживает ее. Скажите, убитый Аркадий Челноков, вы с ним часто встречались? Вообще не встречалась. Знала, конечно, что такое есть, но... По-моему, еще мере странно. Я не понимаю вашего тона. Вы знали, что убитому Челнокову в последнее время клепали анонимки? Так вот, печатали их на вашей печатной машинке. Вы думаете, я их печатала? Я же говорю, я не знаю этого Челнокова. А вы думаете, что печатная машинка сама может печатать? Кто еще имел доступ к вашей печатной машинке? Думаю, никто. В кабинете я одна сижу, а Петровна полы помыла, кабинет закрыла и ключ на вахту. А как давно у вас печатная машинка? Года три. Правда, недавно в ремонт сдавали. Да, мне девочки другую заносили. На ремонте, говорите. А как давно это было? Жамнова сообщила, после Нового года машинка сломалась, а вернули ее в начале февраля. Спасибо. Стало понятно, почему анонимки напечатаны на разных машинках. Вот эти две пришли в январе. А в это время техника из кабинета Жамновой была на ремонте. Из посторонних неограниченный доступ к машинкам имела уборщица Клавдия Дворкина. Выбор в ее пользу вполне случайно. Сначала навели справки. Дворкина родом из Одесской области. В ее речи часто звучат дилектизмы, как и в лексике автора-анонимок. Одинока и почти соседка Челнокова. Живет на соседней улице, но дома стоят рядом во дворах. После смерти жены Челнокова иногда помогала вдовцу по хозяйству. Клавдию Дворкину следователь и оперативник застали в подсобке, где она хранила инвентарь. Ой, осторожно, мне там баночки не переколотите. Я осторожно. А это что? Что это, гражданка Дворкина? Куртяк. Мужская куртка? Да. Откуда она у вас? Так, я шла на работу под забором, нашла. Глядите, она ж порватая вся, а я ее на тряпки пущу. Куртка почти новая. На тряпки. Помогу вам немного. А, жоп! Эй, отдай ты, морда деревянная, отдай мне... Он же помогает вам на тряпки. Так, гражданка Дворкина, собирайтесь, поедите с нами. Как это с вами? С нами? Значит, с нами. Следователь решила провести опознание куртки детьми умершего Челнокова. Да, это же папина куртка. Боже, ну что она у вас делала, а? Ну, тетя Глава, ну что вы молчите-то? Ну, как же я. Спасибо. Спасибо, Ольга Аркадьевна, а дальше мы сами. Идем. До свидания. Стой. Дочь Челнокова сообщила, что из квартиры пропали фотоальбомы отца. Я вас очень прошу, по-человечески, верните альбомы. Да я не видела никаких альбомов. И фотографий в глаза не видела. Слушайте, давайте по порядку. Зачем вы писали анонимки? Хотела, чтобы мы с ним сошлись. Вот это и писала. Дворкина сказала, что после смерти жены Челнокова помогала ему по хозяйству. Приносила обеды. Вдовец принимал заботу, но не более. Вот я и подумала, что там на профкоме его прописочат. Он про молодых забудет. Мы сойдемся и станем жить по-человечески. Это вы сейчас об Ирине Дудко? Про нее. Аркаша ее прописать хотел. Мне знакомая паспортистка рассказывала. Так, хорошо, с этим понятно. Капли вы подменили? Какие капли? Сердечные капли с смертельной концентрацией. Дворкина всячески оправдывалась. Говорила, что Челноков при ней хорохорился. Ни о каких лекарствах не говорил. Баночку с каплями она никогда не видела. Фотографии вы не видели. Капли вы не брали. Но кто-то же квартиру Челнокова обнес. Кто-то же его в могилу загнал. Слушайте, толку от вас никакого. Куртку зачем вы у себя его порванную держали? Стойте. Точно. Куртку. Так Аркаша мне ее принес на подшивку. Она порватая была. Подрался он. Подрался с кем? С Хромым. Сволочь. Эй! Эй, гопник! Около трех недель назад Дворкина возвращалась домой. Путь лежал через парк. Там она увидела, как Аркадий дрался с каким-то неизвестным мужчиной. Смотри мне, скотина. Встретимся еще. Вали отсюда. Аркаша, а кто это? Никто. Челноков старался убедить, что к нему прицепился случайный прохожий. Но женщина ему не поверила. Вы знали его? Я нет. Аркаша его знал точно, но ничего не хотел говорить. А почему он ничего не говорил? Как вы думаете? А вот это знает только Аркаша. Знал. Значит, вы этого Хромого никогда не видели? Никогда. Лицо его запомнили? Да. Опознать сможете? Угу. Смогу. У Клавдии Дворкиной откатали пальчики. Ее оттисков не нашлось на бутылочке с концентрированными каплями. Показания Дворкиной заинтересовали следователя. Она обратила внимание на фигуру Хромого, того самого, с кем дрался покойный Челноков. В квартире нашли след, подошву обуви которого никак не могли идентифицировать. Вполне возможно, обувь была ортопедической, специально сшитой для инвалидов. Это увеличивало шансы поимки преступника. В СССР о потребностях инвалидов не принято было задумываться. Пандусы у подъезда редкость. В 1980 году Союз даже отказался проводить Паралимпиаду. Олимпийские игры для спортсменов с инвалидностью. Официальная позиция – московские стадионы не приспособлены для инвалидов. Специальных мастерских, где для людей с особыми потребностями шили одежду, обувь, изготавливали протезы, катастрофически не хватало. Правда, в порядке очереди от государства можно было получить мотоколяски. Ждать приходилось долго, но зато доставались они бесплатно. Следователь решила направить оперативника в мастерскую, которая специализировалась на пошиве обуви для инвалидов. Возможно, штатный сапожник поможет опознать оставленный в квартире покойного след. Милиция. Милиция – это, конечно, хорошо, но у меня обед через две минуты. Ничего, ничего. Пообедаете после. У меня всего пара вопросов. Ну, слушаю вас. Ваша работа. Обувь очень необычная. Минуточку. Да, подошва новая, значит, шил недавно. Стопа искалечена. И что? Что это значит? А, что это значит? Значит, значит, значит... Начится так. Записывайте. Яковлев Николай Иванович. Это кто? Хозяин ботиночек. Ничего себе. Рано радуйтесь. Тут еще пару фамилий будет. Размер тот же самый и травма похожая. Записывайте Трухин Артем Дмитриевич и Семенюк Иван Иванович. Да. Спасибо. Приятного аппетита. Пожалуйста. Сапожник перечислил три фамилии возможных обладателей этой обуви. Через общество инвалидов удалось достать фотографии каждого. И даже получить небольшую характеристику. Эти снимки решили показать уборщице Дворкиной. Напомню, она видела, как Челноков дрался с неизвестным хромым. Сейчас я вам покажу фотографии мужчин. Может быть, кого-то из них вы узнаете. А, откуда я могу узнать? Пожалуйста, посмотрите внимательно. Кто-то из них побывал в квартире Челнокова. И, возможно, подлил смертельные капли. Ой, не нагнетайте. У меня у самой сейчас сердце станет. Посмотрите. Узнаете кого-то? Кто подрался с Челноковым? Вот этот. Это был Николай Яковлев. Врач. Сверстник покойного. Оперативник не стал говорить техничке, что и без опознания следствие склонялось к его кандидатуре. Товарищ милиционер, вы что-то скрываете? Мне нечего скрывать. Просто, возможно, этот человек знаком с Челноковым по прошлой жизни. Оперативник Голуб и следователь Хатиненко решили навестить врача Яковлева дома и побеседовать с ним в неформальной обстановке. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Хатиненко. Проходите. Хотели бы задать вам несколько вопросов. Мы вас прервали? Вы хотели рамку повесить? Не ваше дело. Красивая женщина. Фотография с ретушью. Недавно напечатанная. Челноков Аркадий Семенович, вам знаком? Я не знаю этого. Следователь сообщила, что им известно о драке Яковлева с Челноковым. Ни с кем я не дрался. И зарубите, девушка, себе это на носу. Я вам не девушка, а следователь прокуратуры. Челноков Аркадий Семенович был убит два дня тому назад. Я врач. Я людей спасаю, а не убиваю. А это мы проверим. У нас есть свидетель вашей драки. Проведем опознание, вот и узнаем. Хоть сто пятьдесят опознаний. Прошу вас, оставьте мою квартиру. Я вас сюда не приглашал. Чш, не нервничайте. До свидания. Всего доброго. Прощайте. Следователь обратил внимание. Вопрос о фотографии просто взбесил врача. Хатиненко сознательно пошла на эту провокацию. Она держала в голове тот факт, что вор не вынес из квартиры погибшего деньги и драгоценности. Украл только фотоальбом. Оперативник обратился в фотоателье, расположенное рядом с домом Яковлева. Там вспомнили. Клиент принес старое фото девушки. Попросил отретушировать. Был еще один заказ. Он касался вот этого снимка. Групповое фото. Врач хотел убрать остальных и оставить лишь девушку. На нем легко узнать покойного Челнокова. Гражданка Дворкина, вы узнаете кого-то из этих людей? Да. Кого? Вот этот вот. Вы подтверждаете, что видели, как этот человек дрался с Аркадием Челноковым? Да, подтверждаю. Спасибо, вы свободны. Распишитесь здесь. Товарищи, вы свободны. А вы останьтесь. Присаживайтесь. Ну что, Яковлев, Челнокова вы знали. Это фото его дети опознали. Оно из квартиры покойного. Что еще скажете? А скажу, что готовы заключения относительно обуви. Это ваш след в квартире покойного. И самое главное. На бутылочке с каплями, которые убили Челнокова, ваши пальчики. Вы же пожилой человек. Будете запираться, вам же хуже. Расскажите все сами. Суд примет во внимание. Суд. Что мне ваш суд? Хорошо, дайте фотографии. Прошу. Ваш Челноков на фронте был сволочью. Замполит сволочь. Во время совещания правкома стало плохо ветерану войны Аркадию Семеновичу Челнокову. Его сердце не выдержало обвинений в аморальном поведении. Причиной рассмотрения персонального дела Челнокова стали анонимные письма, которые регулярно поступали руководству предприятия. Челнокова увезли в больницу, но спасти его не удалось. Вскрытие показало, смерть наступила из-за высокой дозы дигиталина. Он содержался в сердечных каплях, пузырек с которыми нашли у погибшего в квартире. Это лекарство Челноков получал в больнице. Также в квартире умершего нашли след от ортопедической обуви. Подозрение падает на врача Николая Яковлева. Именно он оставил след в квартире убитого Челнокова. Становится известным, за несколько недель до происшествия врач подрался с ветераном. Ваш Челноков на фронте был сволочью. Вы его в чем-то обвиняете? Он Соню изнасиловал. Мою Соню. На фото это она? Да. В батальоне Челнокова служила сам инструктором девушка Яковлева. И замполит к ней приставал. Она об этом рассказала. Врач собирался разобраться с Челноковым по-мужски, но Соня сама приехала к нему. Что, Соня? Соня, что случилось? Я должна тебе кое-что сказать. Ну, не молчи. Он зазвал меня в блиндаж и сказал, что фотографии красивые покажут. И что там? Там он взял и схватил меня и начал приставать. Бью, гадо. Товарищ военврач! Товарищ военврач! Там тяжелого привезли. Что с ним? Осколочное. Уже на столе. Уже иду. Соня, должен ехать. Яковлев хотел немедленно поквитаться с насильником, но нужно было оперировать тяжелораненых. Собирался отыскать Челнокова после операции. Я был на операции, когда Соню снарядом убило. На части разорвало. Они на передке стояли. Вышел из операционной. Мне сказали, помчался туда. И сам под обстрел угодил. После ранения стал инвалидом. Он мыкался по госпиталям. Челнокова найти не сумел. Женился. Детей вырастили. Жена умерла, переехал в Макеевку. И тут в больнице встретил Челнокова. Я вам сейчас рецептик выпишу. Кстати, вот капли на перстянку. Снимут вам ваши сердечные боли. Только капайте аккуратнее. Не дай бог лишнее накапать. Капли не водка. Много не выпьешь. Пациент, которому выписывал рецепт врач Юрий Демченко, напомнил Яковлеву замполита Аркадия Челнокова. Посмотрел историю болезни. Аркадий Челноков. Тот самый, который Соню. И вы решили? Я понимал. Понимая, что доказать он ничего не может, Яковлев все же решил напомнить Челнокову о его преступлении. Яковлев подстерег Челнокова в парке, когда тот шел с больницы домой. Соню помнишь? Вы кто такой? Какую Соню? Что вы от меня хотите? Соню, которую ты изнасиловал у себя в блиндаже. Товарищ, я еще раз спрашиваю, кто вы такой и что вы от меня хотите? Челноков сориентировался быстро, отрицал, что знал Соню. Говорил, что фронтовики должны понимать друг друга, верить друг другу на слово. Соня говорила, ты фотографии делал. Отдай. Тебе ни к чему. У меня даже фотографии ее нет. Товарищи, вы можете наконец объяснить, что вы от меня хотите? Узнаешь. Ну а что делать? Я, может, и оставил бы его в покое, но он принялся за старое. Что вы имеете в виду? Изнасиловал девчонку. Изнасиловал? Сестру Тани Сидоровой, медсестры нашей. А как вы узнали? Случайно. Услышал разговор сестер в кабинете доктора Юрия Демченко. Ирочка, Ирочка, успокойся. Ну все. Все, хватит, хватит. Ира. Ну все, Ирочка, хватит. Хватит, успокаивайся, давай. Ну, в общем, он на меня залез. Ира, ты понимаешь, что сейчас же нужно бежать в милицию и писать заявление об изнасиловании? Я сообщила ему об этом, а он предложил другое заявление. ЗАГС. Я же надеюсь, ты не согласилась? Зачем он мне? А вот в квартире прописаться? Понял, что эта старая сволочь не угомонился. решил в последний раз с ним поговорить, чтобы не портил жизнь девчонкам. Ну, гражданке Дудко он жизнь портить не собирался. А где вы с ним встретились? Я встретил его в сквере. Что вы меня преследуете? Оставь девчонок в покое, сволочь. Ах, вот оно что. Завидуешь, старый пень. Что меня девчонки любят, а они меня еще любят. Убьют, сволочь. Эй, лопник! Эй, а ну руки! Иди! Смотри мне, скотина. Встретимся еще. Вали отсюда. Аркаша, а кто это? Никто. Аркаша, а как это никто? О его диагнозе я знал. Решил сделать так, чтобы он на девушек не смотрел вообще. Каким образом? Хотел посадить ему сердце, чтобы при любом волнении нужна была скорая. То есть убить вы его все-таки хотели? Хотел бы убить, убил бы. Но это для него было бы хуже смерти. Я изготовил настойку на перстянке, высокой концентрации. И искал случая, чтобы подменить бутылочку с каплями. Вскоре Яковлеву представилась такая возможность. Когда он остался в кабинете Демченко-1, подменил пузырьки с лекарством. Когда вернулась медсестра Сидорова, она отдала Челнокову пузырек со смертельной концентрацией вещества. Отпечатков Татьяны на нем не осталось. Она была в перчатках. Танечка, совсем забыл. Я так рад вас видеть. Это хорошо, Аркадий Семенович. Хорошо. Вот вам ваши капли. Выздоравливайте, лечитесь. Спасибо, Танечка. Вот смотрю в ваши глаза. И мне сразу становится легче. Это хорошо, Аркадий Семенович. Ступайте домой. Выздоравливайте. Спасибо. Выздоравливайте. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, то есть, умысел убить Челнокова у вас все-таки был? Нет. Но с таким сердцем он из больницы не вылазил бы. А в квартиру его зачем пошли? Он же умер. Фотографию могли попросить у детей. Кто знает, какие дети у этой сволочи. А тут случай подвернулся. Челноков умер в больнице. Я взял его ключи. И решил забрать фотографии. Иисус. 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 Яковлев отыскал в квартире Челнокова альбомы с фотографиями, а также нашел военные награды Аркадия. Тоже решил забрать их. Яковлев отыскал в квартире. Так а награды зачем забрали? Он их замарал. Хотел выбросить. Но это же боевые награды. В больнице Яковлев быстро положил ключи на место. Дома в украденном альбоме нашел фотографию Сони. Сделал в ателье портрет. Во время судебного процесса врач Николай Яковлев не признал свою вину в умышленном убийстве Аркадия Челнокова. Но судьи не приняли этого внимания. Действия Яковлева повлекли за собой смерть Челнокова. Врач получил 12 лет лишения свободы. Дети покойного Челнокова и Ирина Дудко еще долго судились, решая, кому принадлежат права на квартиру. Продолжение следует... Вечером 21 марта 1956 года в дежурную часть Киева поступил звонок. Женщина сообщила, в одном из домов дачного поселка Дарница орудует грабитель. На вызов выехали работники милиции. КОНЕЦ Вокруг дома все чисто. Вот и хорошо. Черт. Живой еще. Давай зови скорую и нашу. Найденный мужчина оказался хозяином дачи. Илья Васильевич Иртышов, 62 года. Выйдя на пенсию, два года назад переехал в Киев. До этого 10 лет работал директором Павлодарского детского дома. По приезду в Киев Иртышов обосновался в отдельной квартире. По тем временам роскошь. Через полгода уже обзавелся дачей. В общем, был человеком довольно обеспеченным. Такие, как Илья Васильевич, в последние несколько лет становились объектами грабежей и разбойных нападений. Ведь с весны 1953 года в стране начался масштабный разгул бандитизма. 28 марта 1953 года на всю страну прогремела статья в газете «Правда», в которой объявили об амнистии половины узников ГУЛАГа. Более миллиона осужденных, среди которых были и политические, вышли на свободу. Но все же большая часть амнистированных состояла из воров, бандитов и насильников. Преступники двинулись в столицы республик и на юг. Каждое утро в крупных городах находили результаты работы бывших заключенных. Ограбление, избиение, убийство. Когда на место прибыли карета скорой помощи и оперативная группа, Иртышов уже скончался от полученных травм. Первая версия – ограбление. Но в ходе осмотра места преступления и опроса соседей появились другие предположения. Когда приехал начальник отдела уголовного розыска майор Гупола, эксперты уже работали вовсю. Ну что, Роман, рассказывай. Снова залетные хаты почистили? Да мы тоже так вначале подумали. Проверили дверь и окна. Взломов не нашли. Да и в доме порядок. Все вещи на местах и бумажник вон убитого на видном месте. Так что, скорее всего, Иртышов сам впустил убийцу. А кто милицию вызвал? Женщина звонила, не назвалась. Редкая вещица. Маузер. Ну а даже импортный. Трофейный, разводной. Я в 45-м у немцев такие видел. Этим забили? Судя по всему, да. Пять ударов по голове. Один из них на затылке. Первый удар пришелся в область затылка. Это значит убитый. Повернулся к пострадавшему спиной. После удара потерял сознание. Но остальные уже наносили, когда тот лежал. Да. Жалости не проявил. А вы, Василий Лукич, чего молчите? Ну так Наталья Владимировна уже все рассказала. Били ключом. Скончался от черепно-мозговой. Время смерти минут 40 назад. Уже милиция приехала. После нападения убитый еще часа три был жив, но без создания. Умер за несколько минут до приезда скорой. Время нападения определить сможем? Ну, судя по тому, как кровь свернулась в ранах, напали в районе половины шестого. Кстати, жертва все-таки оказала сопротивление. Вот гляньте сюда. Гляньте. У него запястный сустав выбит. Скорее всего, ударил кого-то и хорошо так приложился. Так что на убийце должен остаться синяк, не иначе. Ну что ж, Василий Лукич, будем искать синяк. Товарищ майор. Да. У нас есть свидетель. Роман. Займись. Вот свидетель. Добрый вечер, товарищ. Степан Афанасьевич Бортко. Мой дом напротив. Степан Афанасьевич, расскажите, что видели, когда видели. В общем, все по порядку. Ну, я вашему уже говорил, вышел я, значит, из дома, смотрю, бежит. Мужчина рассказал, что вышел во двор за дровами и заметил, как от дома Иртышова убегала женщина в дорогом светлом пальто. Лицо женщины запомнили? Нет, со спины только видел. Значит, писать не сможете. Да почему не смогу? Знаю я, кто это. Варька, молодуха Васильевича. Я ее по пальто и по прическе узнал. Наверное, это она Васильевича. Чтобы денежки его прибрать. Любовница, что ли? Да хуже. Жена. А в котором число-то было? После пяти, может, полшестого, где-то так. Точнее, я не скажу. Запиши показания товарища. Степан Афанасьевич, вы нам очень помогли. Лучше там ее по всей строгости. Ну, что? Похожа ей зацепка. Говорит, что видел, как его жена выбегала из дому. Варварой зовут. Вот что, Роман. Бери эту Варвару и вези к нам. Поговорим. Варвара Иртышова, жена убитого, была младше супруга на 29 лет. Иртышов встретил девушку, когда переехал в Киев. Поговаривали, она вышла за него по расчету. Уж больно нравилась Варваре обеспеченная жизнь на иждивении богатого мужа. Иртышов содержал жену, сама она не работала, детей у Иртышова не было. Так что после смерти мужа все его имущество отходило Варваре. Чем не мотив для убийства? В дачном домике найден мертвым пенсионер Илья Васильевич Иртышов. Он скончался от черепно-мозговой травмы. Орудие убийства нашли рядом с телом. Трофейный немецкий разводной ключ. Эксперт установил, перед смертью Илья Васильевич сопротивлялся. Нанес убийце сильный удар. Под подозрение попадает Варвара, молодая жена убитого. Именно она стала единственной наследницей обеспеченного пенсионера. Майор Гупола вызвал женщину в отделение. Варвара Иртышова после новости о смерти мужа плохо себя чувствовала. Смогла прийти в отделение только на следующее утро. Да как вы смеете такое устраивать? У меня мужа убили, а вы? Перед тем, как майор начал беседу с Варварой, ее осмотрели. Искали синяк. Это привело девушку в ярость. Что делать, Тамара Алексеевна? Какая у нас работа? Обещаю, попрут вас с вашей работой. Я уж постараюсь. Напишу, кому надо, жалобу. Ну, это ваше право. Ну, а пока я при должности. Скажите, где вы находились в момент покушения на вашего мужа? Вы что, меня подозреваете в убийстве Илюши? А вот вам. Ничего не скажу. У меня горе. Как я теперь без мужа буду? Заметьте. Без богатого мужа. У меня есть свидетель, который видел вас на даче в момент нападения на мужа. Поэтому будет лучше, если вы ответите на мои вопросы. Это не я. Меня там не было. Сосед по даче. Степан Афанасьевич Братко. Знаете такого? Он опознал вас по прическе и пальто. Пальто и прически? А что, если я вам скажу, что он старый дурак? Так вот, это была не я. Точно такое же пальто есть у Тамары Митяевой. Она моему мужу прохода не давала, все крутилось вокруг Илюши. Надеялась, что он бросит меня и закрутит с ней. Даже прическу такую, как у меня сделала. У вашего мужа была поклонница? А что? Илюша мужчина видный и обеспеченный. За ним много охотниц было. И как зовут этого вздыхательницу? Тамара Митяева. Может, это она Илюшу и убила? Не выдержала того, что Илюша меня любил? А почему вы с мужем на дачу не поехали? Дачный дом плохо отапливается. Весной там холодно, а я тепло люблю. Поэтому перебираюсь туда ближе к лету. И все же, Варвара Алексеевна, где вы были в тот вечер половины шестого? Господи, до дома я была, понятно. Это кто-то может подтвердить? Представьте себе. Ко мне как раз заходил племянник моего мужа, Георгий Тумко. Денег у меня хотел одолжить, я ему денег не дала. Вообще сказала, чтобы перестал у Илюшин клянчить. Если честно, мы даже поскандалили. И где мне найти племянника? Да не знаю я. С ним Илюша в основном общался. Меня этот попрошайка не жаловал. Но вы у моих соседей можете спросить, они наверняка слышали, как я на него кричала. Спроси, Варвара Алексеевна. И последнее. Вам знаком этот предмет? Да нет, а что это? Вот этим разводным ключом был убит ваш муж. Он принадлежал убитому? Да не знаю я. У Илюши были какие-то инструменты на даче, но такого вроде бы не было. Я в этом ничего не понимаю. Роман, зайди ко мне. В тот же день майор Гупола дал задание оперативнику Солоневичу проводить Варвару домой и переговорить с соседкой. Та подтвердила, она слышала ссору. Варвара кричала на племянника Иртышова. Причем ссору слышала не только соседка по лестничной клетке, а и жильцы этажом выше. Оперативники разыскали поклонницу Иртышова Тамару Митяеву. Некоторые соседи по дачному поселку подтвердили, женщина появлялась в компании Иртышова несколько раз за последние три недели. Присаживайтесь, гражданка Митяева. Ну что, синяк свежий. Скорее всего, получим вчера. Спасибо, Ася Лукович. Оставьте нас наедине с гражданкой. Ну что, гражданка Митяева, кто вам синяк-то поставил? Вы же не убитый или гражданин Иртышов? Илья, нет, ну что вы, нет. Значит, вы не отрицаете, что хорошо знали убитого. Вот это свидетельские показания супруги потерпевшего, в которых она утверждает, что вы были в него влюблены. А вот это показания соседа, который видел женщину в вечер убийства на дачу Иртышова. Я не убивала Илью. Я любила его. А Варвара врет. Она знала, что у нас с Илюшей роман, и что он уходит от нее ко мне. А неделю назад он даже заявление подал на развод. И пальто это мне сам Илья купил. В начале весны он как-то поинтересовался, мол, не хочешь ли ты себе импортное пальто? Он мог по знакомству достать. Ну, конечно, я согласилась. Правда? Потом он казался, что он точно такое же и для Варвары купил, но я не сужу. Эта девка постоянно у Ильи что-то требовала. То шмотки, то украшения. Вообще он только для этого и нужен ей был. Что вы делали на даче у Иртышова? Сюрприз хотела сделать. По словам Тамары, в тот вечер она решила приехать на дачу Иртышова без предупреждения. Женщина знала, молодая жена до конца мая там не появится. Тамара испугалась. Боясь себя выдать, женщина бросилась прочь со двора. А потом, добежав до первого телефона автомата, позвонила в дежурную часть. Если все так, как вы нам рассказываете, что же в милиции не дождались? Показания не дали. Испугалась. Понимаете, я знакома с нападавшим. Это сантехник Дмитрий Притулин. Он хорошо меня знает и где я живу. Вообще непонятно. Убивает вашего мужчину, а вы удираете, преступника покрываете. У меня мать больная. Случись со мной, что вы о ней позаботитесь? Государство позаботится о вашей матери. Да, конечно. Этот Притулин адрес дачи как узнал? Вы дали? Да. Но я же не знала! О чем вы не знали? О том, что они с Ильей давние знакомые. Понимаете, Илья хотел трубы поменять на даче. В дачный поселок водопровод еще до революции, провели, и многие трубы уже износились. А хорошего сантехника, например, у него не было. Вот я Притулина, я посоветовала. А он как Илью увидел, так как чумной набросился на него. По словам женщины, за три дня до убийства она пригласила сантехника на дачу к Иртышову, чтобы тот мог оценить объем работы. Иртышов был на даче. Проходите сюда. Илья, мы пришли! Вот Илья, познакомься, это Дмитрий. Ты? Ну, здравствуй, падла! Что, думал, больше меня не увидишь, сволочь? Вот он я! Тома, милицию зови! Жируешь на кровавые деньги, гнида! Мальчишек в могилы, а сам дом, машины, тварь! А ты докажи! Убить бы тебя, гада! Я не поняла, а что происходит? Илья, а это кто? Ты что, приперлась? Лохудра! Я ведь тогда и увидела этот ключ, которым он потом Илью и убил. Занятно. Кстати, когда Притулин ушел, Илья с Варварой сильно ругались. В тот день он и сказал ей, что уходит от нее ко мне. Так что она про наши отношения знала. Но вам вот не сказала. Любопытно. А про какие деньги говорил цинтехник? И про каких мальчишек? Понятия не имею. Занятная история. Да вот только Иртышов нападавшему подарочек оставил. Синяк. А у вас на лице свеженький имеется. Так это из-за моих соседей. Пропойцы проклятые. Житья совсем от них нет. Понимаете, я после происшедшего на даче домой с дикой головной болью приехала. Они попойку устроили. Так я пошла к ним, чтобы сказать. Мол, не орите так громко. Они на меня набросились кулаками. Даже милиция приезжала. Какой у вас адрес? Гончарная, 15. Гончарная. Абрисов Гупола. Подскажи, пожалуйста, был ли 21 числа вызов на Гончарную, 15? Вечером. Жду. Как фамилия потерпевшей? Митяева. Спасибо, дорогой. Слова Митяевой относительно драки с соседями подтвердились. Как и ее показания насчет того, что Иртышов за неделю до смерти подал заявление на развод. Когда стали проверять слова женщины о знакомстве Притулина и Иртышова, выяснилось, сантехник Притулин и убитый Иртышов действительно давние знакомые. Они вместе работали в детдоме Павлодара. 8 лет назад Притулина посадили за хищение продуктов из того войдетского дома. Показания на суде против него давал директор детдома Иртышов. После оглашения приговора Притулин открыто угрожал ему. Обещал, что когда выйдет, обязательно отомстит. Год назад он вышел. Сыщики выяснили, где сейчас работает Дмитрий Притулин и отправились к нему, чтобы поговорить. Притулин после освобождения устроился сантехником в жилищное управление Шевченковского района Киева. Сыщики нагрянули туда во время обеденного перерыва. Гражданин Притулин, мы по поводу убийства Ильи Иртышова. Есть бог на свете. Так этой гниде и надо. Ваша вещичка. Похоже на мою. Не прикидывайся, твой ключ. Ну даже если и мой. Что с тобой? А то, что этим ключом Иртышова убили. Не, мужики. И я не убивал. Скрывать не буду. Я рад, что Иртышов того. Но я к этому не причастен. За что вы так Иртышова ненавидите? Была история. Знаю, им Притулин. Семь лет отсидели. Благодаря Иртышову. Да. Он меня подставил. Ну я ему это простил. А вот мальчишек простить не смогу. Каких мальчишек? Детдомовских. Притулин рассказал, что восемь лет назад из детдома, где он работал, стали пропадать мальчишки. За четыре месяца десять пацанов от девяти до двенадцати лет. Притулин, как и все, думал, что воспитанники просто сбегают, пока однажды не пропал мальчик Мишка. Все думают, что он просто сбежал, но я так не считаю. С ним точно что-то случилось. Да сбежал он. Подался лучшей жизни искать. Ну он же мне как сын был. Не попрощавшись, не сбежал бы. Нужно в милицию сообщить. Пусть ищут. Да сообщил, как положено. Слушай, Притулин, ты тут кто? Директор или сантехник? Сантехник. Ну вот и занимайся своими нужниками и мойками. А с пацанами из милиции я уж как-нибудь сам разберусь. Ну я же знал, Мишка не мог сбежать. Он ко мне привязался очень. Я его даже усыновить хотел. А потом два трупа мальчишек за городом нашли. На теле живого места не было от Камчи. Плеток погонщиков. Кровавые мозоли на руках. И я тогда сразу догадался. Их использовали как дармовую рабочую силу дикие казахи. Притулин, хватит нам по ушам катать. Ты еще скажешь, что их в рабство угнали в казахские степи. Да вы хоть представляете, что творилось в Павлодаре после войны. Детей воровали, как кур. Если родители есть, милиция еще и ищет. А детдомовских кто будет искать? Мужчина уверял, что до начала 1954 года в Казахстане еще существовали целые кланы казахов, которые не признавали советскую власть и подчинялись только своим аксакалам. Это потом уже, когда целину стали осваивать, они угомонились. В 1954 году в СССР началось освоение целины, второе со времен Октябрьской революции. Руководство страны в лице первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева решило оккультурить целинные земли Казахстана, Урала, Приволжья и Дальнего Востока. По задумке Никиты Сергеевича, за два года требовалось вспахать и засеять более 43 миллионов гектаров целинных земель, построить больше 100 заводов и фабрик, разработать 30 месторождений полезных ископаемых. Я просил Артышова, ну пойди, напомни, пусть ищут. Ну, а он, у него там друзья в милиции, что ли? Ну, тишина. Почему ты сам не пошел, не заявил? Я пытался, но кто со мной без директора детдома будет разговаривать? И тогда я сам решил Мишку искать. Притулин рассказал, что на протяжении нескольких недель искал Мишку. Миша! Обошел всю округу Павлодара и нашел мальчика. Его, худого, изможденного, выкинули за городом умирать. Мишка! Живой! Мальчик был без сознания, еле живой. Пока Притулин нес его до ближайшей дороги, Мишка пришел в сознание. Дядя Дима, вы меня нашли? Да, конечно. Михася, я же обещал, что буду о тебе заботиться. А ты Эртышев нас продал. Что? Да, Эртышев нас казахом продал. Миша! Миш! Миш! Мишка! Я уверен, и дом, и машина, и дача – все на деньги от продажи детей. И кто знает, сколько он их продал после того, как меня на нары отправил, чтобы я ему не мешал. Складно рассказываешь. История за душу берет. Только непонятно, что ты в Киеве делаешь. Я после отсидки сразу в Павлодар вернулся, чтобы найти Эртышева и отомстить. Потом узнал, что он в Киев поехал. Ну, и я за ним сюда. Только тут случилось кое-что. Интересно, что? А вот что. Я женщину здесь встретил. У нее сын. Возраст-то такого же, как погибший Мишка. В общем, женюсь я скоро. Хочу пожить по-человечески. А этой гниде – бог судья. Пром, дай документы. Выслушав рассказ Притулина, майор предъявил ему показания Тамары Митяевой о том, что при встрече с Эртышевым Притулин угрожал ему расправой. Да я просто не сдержался. Я и не думал его убивать. Где ты был во время убийства? На халтурку ездил. Клянусь, мне в тот же день заказ пришел на полшестого. Я поехал по адресу, а хозяев дома не было. Ну, я покрутился, подождал и уехал домой. Значит, алиби, я так понимаю, у тебя, Притулин, нет. Мужики, ну, клянусь, не я эту сволочь убил. И ключ у меня пропал пять дней назад. Как раз, когда я к Эртышову ездил. Надо же, как вовремя ключ потерял. Да, Притулин. Матвей, отведи товарища к машине. С нами водил-то едет. В дачном домике найден мертвым пенсионер, бывший директор детдома Илья Васильевич Иртышов. Он скончался от черепно-мозговой травмы. Орудие убийства нашли рядом с телом. Трофейный немецкий разводной ключ. Подозрение падает на сантехника Дмитрия Притулина. Он работал в детдоме под началом убитого. По словам сантехника, Иртышов продавал сирот в рабский труд, где дети умирали десятками. Притулин не отрицал. Давно хотел наказать бывшего начальника. Ну что, Макар Иванович, вроде как дело раскрыто? Не знаю, не знаю. Как так? Мотив есть. Орудие его сам признался. Да и свидетельница Притулина узнала. Ну, свидетельница опознала не его, а его разводной ключ. Майор напомнил оперативнику, что лица нападавшего Тамара Митяева не видела. И Притулина опознала только по разводному ключу. Вы думаете, Митяева ошиблась? Может быть, и не он? Теоретически. Он же мог ключ потерять. Знаешь, Роман, пробей-ка ты адресок, куда Притулина вызывали. Показания Притулина стали проверять, ведь основная улика, вот этот разводной ключ, принадлежала ему. Да и алиби у сантехника на момент нападения не было, а вот мотив для убийства Иртышова был. Однако майора Гупола не покидала мысль, что задумай кто-то повести следствие по ложному пути и подставить Притулина, зная о его ненависти к убитому, лучшего способа, как подкинуть на место преступления разводной ключ, не нашлось бы. На следующий день после допроса Притулина майор Гупола докладывал следователю о проделанной работе. Из всех отработанных подозреваемых Притулин лучший кандидат. Но... Макар, давай без но, с чем не согласен? Но сомневается, что убивал Притулин. Вот как-то оно все гладко, понимаешь? И о роде убийства у трупа оставил, и мотив, и алиби нет. Так хорошо, давай, не муду суй. Олег Юрьевич, еще денек покручу. Там у меня роман с ребятами адрес побивает, на который Притулина вызывали. Никаких деньков. Давай дело закрывать. Но если убийца Притулин, почему не позаботился об алиби? Почему орудие убийства у трупа оставил? Ведь мог же забрать ключ? А оставил. Может, торопился? Добрый день. Заразрешите войти. Проверил адрес, который указал Притулин. Там давно никто не живет. Но запасные ключи хозяйка квартиры оставила соседу. И догадайтесь, кто это? Сосед наш. Племянник убитого. Георгий Тумко. Георгий Тумко уже попадал в поле зрения оперативников. О нем упоминала жена Иртышова Варвара, когда говорила о своем алиби. Но тогда парня не опросили, так как слова Варвары подтвердили соседи. Теперь же майор Гупола всерьез заинтересовался Тумко. Выяснили, что Георгий последние полгода меняет одну работу за другой. Дохода у парня практически нет. Он частенько брал в долг у Иртышова деньги. К тому же именно Иртышов оплачивал съемную квартиру, где проживал Георгий. Мужчина любил племянника и не стеснял его в средствах. Так что видимого мотива убивать своего дядю у парня не было. Ведь после его смерти Георгий лишился бы материальной поддержки. К тому же в момент убийства Тумко находился в квартире дяди. Так говорила Варвара Иртышова. Возможно, то, что у Георгия были ключи от квартиры, в которую приходил Притулин, было простым совпадением. Но майор Гупола решил все основательно проверить. А заодно и познакомиться с племянником убитого. Когда майор Гупола и оперативник пришли к Тумко, того дома не оказалось. Что, будем ждать? Хотя непонятно, когда он вернется. А ты, Роман, учи ждать не зря. Пойдем-ка. Добрый вечер, товарищ. Здравствуйте. Георгий Тумко. Знаете такого? В этом доме проживает. Знаю. Парень у него вроде хороший. Ни дебошер, ни пьяница. Но с бабой чужой связался. С какой бабой? Ну, кто такая, не знаю, но замужняя. И муж, видать, прознал про их шашни. Дворник рассказал, что недели две назад вышел на ночь, глядя перекурить и стал свидетелем скандала. Я тебе ботаскуха устрою. Рогоносцем меня решила? Не ори, люди спят. Ты мне рот не затыкай. А тебя, сосунок, я без копейки оставлю, чтобы неповадно было с чужими бабами кулыркаться. Ну, чего ты завелся? Ну, не было ничего. Старька так в гости зашла. Да у тебя вся рожа в ее помаде. Смотреть тошно. Илья, подожди. Стой. Посмотрите. Эти двое скандалили. Ну, лица мужчины я не разглядел. Женщину я тоже не запомнил. Темно было. А вот пальто, помню, светлое такое, дорогое. И имя. Варя вроде. Жорик так ее называл. А баба того мужика, который муж, Ильей звала. Угу. Варя, значит, Илья. Интересно дело оборачивается. Даже очень. Гупола с оперативником дождались Георгия. Майор заметил, что парень двигается и ходит с осторожностью. Георгий объяснил, мол, разбирал он тресоль, упал с табуретки, да еще и поцарапался ее ножку. И действительно, в районе ребер у него была садина. Гупола поручил судмедэксперту осмотреть парня. Выяснилось у того трещина в нижнем ребре. И что интересно, сама садина была более свежей, чем синяк вокруг нее. Это значило, что вначале парень получил трещину в ребре и синяк, а уж потом поверх садину. Кроме того, в кармане пиджака Георгия нашли вот этот рецепт на сильное обезболивающее. Выписан на имя Варвары Иртышовой. Адаптирован 22 марта. Следующим днем после убийства. Повторяю еще раз. Никакой любовной связи с Варварой у меня нет. И отношения к убийству дяди я не имею. У меня алиби. Нет у тебя больше алиби. Мы перепроверили показания соседки Варвары. В этот раз уточнили, слышала ли она твой голос. Так вот, в ссоре с Варварой никто твой голос не слышал. Получается, что у нас есть только показания Варвары. А она твоя любовница. Соображаешь, к чему клоню? Да вы не докажете, что мы любовники. А мне и не надо ничего доказывать. Я вот показания дворника к делу приобщу, и суд пусть решает, кому верить. Тебе или ему. Вот тебе в двух словах моя версия случившегося. Когда Иртышов узнал о романе Варвары и своего племянника, решил оставить их без денег. Подал на развод. А вы решили, чтобы денежки не уплыли? Убрать Иртышова и подставить Притулина. Да я даже не знаю, кто такой Притулин. Ты, может, и не знаешь, а Варвара знает. Вот в чем вопрос, Тумко. Ты придумал, как дядьку на тот цвет отправить или Варвара. От этого зависит, кто пойдет соучастником, а кому вышка светит. Я готов написать чистосердечное признание. Организатором убийства была Варвара. Я до последнего не хотел дядю убивать. Она меня заставила. Вынудила. Это каким образом? По словам Георгия, роман между ним и Варварой длился больше полугода. Когда Иртышов узнал об измене жены, перестал давать племяннику деньги, а с Варварой решил разойтись. Ты что так рано проснулась? Ты что ж спать, да спать. Думаю, где денег взять? Варя, да ну перестань. Да отойдет дядька, ну увидишь. Надоело мне перед твоим дядькой присмыкаться. Я не для того, за него замуж вышла, чтобы без денег сидеть. Варвара намекнула, что если бы с Иртышовым что-то случилось, то все деньги достались бы ей. И тогда они с Георгием могли пожениться и безбедно жить. Ну что скажешь? Да что с ним случится? Он же здоровый, как бык. А вдруг его убьют? Например, ты. Совсем сдурел, Ваня. Да я тебя сейчас убью. Я, конечно, отказался. Но вы Варьку не знаете. Она, если что-то надумает, так не отступит. Сначала ни в какую не соглашался, а потом она узнала, что дядька подал заявление на развод. У нее тогда вообще башку снесло. Полетела на дачу, а там Притулин этот ваш с дядькой ругается. Вот тогда и задумала, что можно использовать сантехника, как шиму для убийства дяди. Когда Притулин уходил в спешке, ключ свой забыл. А что же вы ее не отговорили? Я хотел было. Да вот дядя подлил масло в огонь. Когда Притулин ушел, дядька на Варвару набросился и открыто заявил, что уходит от нее к Митяевой. Вот тогда она и заставила меня пойти на убийство. Ты поедешь к Иртышову и забьешь его вот этим разводным ключом. Потом уедешь. Утром заявлюсь я, вызову милицию. Скажу, мол, переживать начала, муж обещал позвонить, не позвонил. А чтобы ни тебя, ни меня не заподозрили, я нам алиби придумала. Разыграю скандал, буду кричать, чтобы соседи услышали. Иртыши. Нет. Вдруг меня кто-то увидит. Вдруг узнает, что мы с тобой и про развод, и про дядькину любовницу. Нет. Ну и пусть. Про нас с тобой никто не узнает. А про развод скажу, мол, ничего не знала. А ты, как любимый племяш, вообще вне подозрений. Нет. Вот что, Жорик, либо ты сделаешь так, как я хочу, и получишь и меня, и деньги. Либо ни того, ни другого. А с дядькой твоим я все равно разберусь. Он меня без денег не оставит, кобель старый. Кобель. Вот тогда она и заставила меня пойти на убийство. И ты согласился? А что мне было делать? Например, не убивать. Чего замолк? Рассказывай дальше. Что рассказывать? Как Варвара сказал, а так и сделал. Поехал на дачу, пытался поговорить с дядей. прощения просил. Здорово, дядя. Извиняться приехал напрасно. Зря приехал, денег не дам. Дядь, ну может, хватит уже. Но не было у меня ничего с Варикой, клянусь. Клятвы свои оставь при себе. Слава Богу, из ума еще не выжил. Понимаешь, что к чему. Субтитры сделал DimaTorzok Прости Надо же Даже прощения у дяди попросил Перед тем, как ему черепок проломить А что ж ты его полуживого Бросил А откуда мне было знать Я же не убийца там какой-то, чтобы понимать Живой он или нет Он не дышал вроде Знаешь, Тумко, из того, что ты тут наговорил Не вижу я, что Варвара войну делать Я Гертышова убить Ну, разве что деньги пообещала Не в деньгах дело Так в чем же тогда? Нельзя мне было Варвару потерять Ребенок у нас будет А это в реале, Тумко Развела тебя Варвара, как разводной ключ Беременным такие лекарства не прописывают Оперу полномоченный Солоневич оказался прав Варвара солгала Георгию Она не была беременна На суде женщина отрицала свою причастность к убийству Но разводной ключ у сантехника Притулина могла взять только она Доказать, что именно Варвара придумала план убийства не удалось Поэтому девушка получила всего пять лет как соучастница О Георгии Тумко суд приговорил к 13 годам лишения свободы Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке Мелочи Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого Я расскажу, как криминалисты Десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств Вещдок Меню, пожалуйста Ждете кого-то? Жду Мне борщ Сало Черный хлеб И водочки А она придет Сама все закажет Хорошо? Если они мешают Я могу вам предложить пересесть Нет, не надо Все нормально Неси заказ Опа Вот это ты Эй, малая Иди сюда Эй, вали Что ты сказала? Ну, поперли Руку выбери Успокойся Взять на место Да я тебе, блядь Сука Алло, 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 милиция Так, быстрее приезжайте Здесь человек убивают 10 апреля 1983 года В харьковском ресторане Дубки Произошла заурядная ситуация Повздорили разгоряченные клиенты Уже привычным движением Официант снял трубку И набрал 0,2 Наряд милиции прибыл в ресторан Через 7 минут На полу В зале ресторана Лежал окровавленный мужчина Им оказался майор Службы фельдегерской Почтовой связи Минобороны Александр Сафронов Спустя еще 3 минуты Приехавшие медики Бригады скорой помощи Констатировали его смерть Эй, подождите А кто за счет будет платить? Официант Сюда иди На место приехал Следователь прокуратуры Тарасенко Это его опытный глаз Смог разглядеть Происшествие Не просто пьяные разборки В ресторане человека убили И пока мы не поймем в чем дело Про свои чеки не заикайся Усек Усек Вот документы убитого Командировочный Так В городе уже неделю Что у тебя? Три ножевых ранения в живот Сильное кровотечение А нож где? Нож есть Во дворе нашли Выкинули Думали не найдем Они все так думают А где эта девушка Из-за которой драка началась? Слиняла сразу Как все началось Описать сможешь? Лицо не помню Блондинка Толстая Сильно толстая Хорошо А кто ножом бил? Помнишь? Когда все началось Они вдвоем на него напали Потом упали Кто пронул Я не видел Потому что сразу побежал Звонить в милицию Чего стоишь? Остальных опрашивай Что еще? Ничего Ну что? Борис Агапов И Андрей Лоскутенко Говорить будем? А что говорить? Ну помхали мы руками И все А кто подрезал его Мы не знаем Все вы так говорите Ну ничего Сейчас принесут Результаты Дактилоскопии Тогда и посмотрим Вот они Ищи пальчики на ноже Обоих Как обоих? Нож один обили двое Хорошо Ну что ж Дело раскрыто На ноже Ваши отпечатки Товарищи Да Звонили из морга Судмедэксперт Попросил следователя Приехать Для срочного разговора Ладно Сейчас приеду Что-то случилось? Да Этих В камеру А ты меня дожди Если я скоро буду Угу Никогда Ни при каких обстоятельствах Ни в коем случае Нельзя Что-то многолюдное у тебя Студенты А можно не сейчас? А когда им учиться? Ладно Давай говори Что хотел Только Изучайте Эпидермис Показался Слушай Умер наш майор Вовсе нет ножевых ранений Жизненно важные органы Лезвие ножа Не задело Да ты что Лужа крови была Что значит не задело? То и значит Что умер он Совсем от другого Отчего? По заключению Судмедэксперта Смерть Сафронова Наступила в результате Остановки сердца Причиной послужила Смертельная доза коктейля Из морфина Папаверина И Кадеина Природных опиатов Произведенных из мака В СССР Долгое время Мак не ассоциировали С чем-то запретным Он свободно выращивался В сельской местности Его семена Использовали В кулинарии Бублики с маковой посыпкой Стоили 5 копеек Пирожки с маком 10 Рулет 25 Совсем другие свойства мака Стали широко известны В ходе афганской кампании Во время войны В Афганистане Некоторые советские солдаты Попадали в опиумную зависимость Именно в этой стране Выращивалось До 90% Мирового урожая Опийного мака Немалый урожай Собирали и в некоторых Республиках Союза Лидерами тут были Узбекистан И Киргизия Уголовниками Которые ранили Майора Сафронова В ресторане Занялся следователь милиции А вот следователь прокуратуры Тарасенко Сосредоточился на другом Он собирался выяснить Как наркотическое вещество Попало в организм погибшего Имелось две версии Майор не был опытным наркоманом И ошибся с дозировкой Или Сафронова Преднамеренно отравили Если так То кто Капитан Василец Так точно А вы по какому вопросу? Оперуполномоченный Фролов Я по поводу вашего командировочного Майора Сафронова А есть такой А что, что-то случилось? А вы разве не в курсе? Странно Его убили Как убили? Кто? Произошла драка В ресторане Подробности сейчас выясняем Что Сафронов делал в Харькове? Он Курьер Почтовой связи Министерства обороны Курьер? Ну я так понимаю Привез пакет и уехал А судя по документам Он здесь уже неделю пробыл Ну Наши Тоже готовили документацию К отправке Сафронов ждал Во вторник должен был уехать А что он с собой привез за документы? Все секретные Министерство обороны Он мог хранить их при себе? Да вы что? Это исключено Как только приехал Сразу сдал под подписи, печати С кем он контактировал? Его сопровождали два сержанта Суриков и Баштаев Хорошо Для начала я хотел бы осмотреть комнату майора В которой он жил Понимаете Тут такое дело Мы-то оформили его В доме для офицерского состава Но он там не жил Вписался, оформился И ушел Интересно Ладно Проведите меня к сержантам Пройдемте Во время пьяной драки В Харьковском ресторане Дубки убит майор службы Фельдегерско-почтовой связи Минобороны Александр Сафронов Мужчина приехал в Харьков В командировку Жил в городе уже неделю Ему нанесли Три ножевых ранения В живот Но вскрытие показало Сафронов скончался Не от ранений А от высокой дозы Природных опиатов Как наркотики попали в организм майора Когда вы видели майора в последний раз? Я в пятницу утром Я в пятницу вечером видел Он просил меня из офицерского дома Вещи его личные принести Куда принести? В гостиницу Заря Он там остановился? Да, я прямо в номер ему вещи заносил Что еще? Вспоминайте Интересует все Может что-то необычное заметили? Да нет, вроде Он, правда, пистолет всегда в дипломате носил Не любил кабыру Не по уставу, конечно, но Что за дипломат? Да Черный такой обычный С терракотовой, то ли красной вставкой Не помню Он там документы всегда носил Эспандер Дипломат в ресторане не нашли Что еще? Не знаю, важно ли Убили офицера почтой Минобороны Все важно? Пару дней назад я видел майора в городе Он был с девушкой Так, описать сможете? Плотная такая, светлые волосы Лица не запомню Не густо Вспомните, что-то еще Или дипломат найдете? Звоните Вот, пожалуйста Это номер Сафронова В тот же день следователь и оперативник появились в гостинице Заря В ней жил Сафронов Вас что, не убирают? А, так он просил, чтобы к нему не входили? Фили играли Интересный досуг Не у всех такое Погибший проиграл 400 рублей Кого вы к Сафронову пропускали? Так никого не пропускали Сержант в пятницу забегал, а так больше никто И все? Да На поле видно 4 человека играли Жора, Вася, Жан и Саша Саша Сафронов Остальные кто? Так я не знаю Возможно, другие постояльцы заходили Я же за всеми не слежу Ни дипломата, ни пистолета не обнаружил А, так я видел, майор с дипломатом выходил Точно? Точно, я сам видел Черный такой, с терракотовой вставочкой Я еще и подумал, наверное, импортный По дипломату в ресторане официанта Стряжа уточни Выясню Пробка коньячная Прокол от шприца, видишь? Думаешь, опять и в коньяк прыснули? Да Отпечатки с бутылок откатай? Конечно А вот это я нашел в мусорном бедре Здесь, по-видимому, опиум был На дне остатки темной смолы Очень интересно Очень странно Почему преступник Тут оставил пакет А не с собой взял или выбросил Там ведь могут быть отпечатки Будто сам неприятности на пятую точку ищет Они так не делают Майор-то наш не такой простой Богатенький буратино Четыреста рублей проиграл, а в конверте Еще пятьсот лежит Печдок? Давай сюда Осмотр комнаты дал понять Погибший имел дополнительный доход Одним жалованием не обходился Возможно, это были деньги от картежных игр Но тогда как объяснить вот это? В записной книжке Сафронов тщательно отмечал поступление Крупных денежных сумм Они приходили от некоего Жанна Пятьсот рублей ежемесячно Обозначил майор и долг Жанна Одна тысяча От следователя не ускользнуло созвучие имен Жан и Жанбек Так звали одного из сверхсрочников Прибывших в Харьков вместе с Сафроновым Перед разговором с Жанбеком Оперативник отправился в ресторан Чтобы расспросить официанта Который работал в вечер происшествия О пропавшем дипломате Неуставные отношения на работе? Да вы что, издеваетесь? Начальство не запрещает Ладно В тот вечер, когда драка была Погибший в ресторан пришел с дипломатом или без? Я не знаю Так вспоминай Сафронов из гостиницы вышел с дипломатом А когда мы осматривали труп Дипломата при нем уже не было А вы на что намекаете? У нас здесь персонал честный Подобранный Я не про персонал Девушка, из-за которой все началось Она могла его с собой взять Может и видел Да вы о чем? Здесь в зале драка по Ножовщине Я сразу побежал к телефону звонить Я даже не обратил внимания Угу Если найдется дипломат Молнии сообщить Ясно? Ясно Следователь пригласил Баштаева на беседу Предварительно у сержанта Сняли отпечатки пальцев Заходи Майора Сафронова Отравили Уже доказано, что кто-то Проделал в пробке дырку И закачал туда наркотики Ничего себе новости Да, Жадык Ничего себе А знаешь Интересное самое что На бутылке Твои отпечатки Как это мои? Соображай, Штуга Да? Так я тебе прямым текстом скажу Зачем майора наркотиками накачал? Я никого не накачивал Да на бутылке твои отпечатки Так Так Я в тот вечер, когда Личные вещи ему заносил Заходи Поставь Будь другом Сваргань мне кофе Вон банка И коньяку плесни Я в душ Да не ту бутылку Другую Вот я все бутылки облапал Красиво врешь Только отпечатки твои На одной бутылке А на остальных нет И еще Твои пальчики Были обнаружены на пакете На каком пакете? В котором хранился опиум Сирец Именно этим наркотиком Был отравлен майор Сафронов Чего молчишь? Жан Бек Или лучше Жан Полагаю, тебя так называют? Называют Вот Расчет пули Там четыре имени Одно из них Жан Ты играл с майором в карты? А вот еще блокнотик Где записаны суммы Которые ты выплачивал Сафронову Каждый месяц Пятьсот рублей Ты из-за этого майора убил? Чтобы больше не платить? А? А это еще что? Рига ББ 200-300 Вильнюс ЦК 200-400 Про эту бумагу ничего не знаю А пятьсот рублей каждый месяц я платил Платил пока мог А потом не смог и И убил А за что платил? За молчание Год назад Сверхсрочник Сопровождал майора Сафронова В командировке В Узбекистан Были неподалеку От места Где живут Родители Баштаева По законам Восточного гостеприимства Офицера Пригласили в дом Спасибо, Генера Иди Дочь моя Через два года Замуж выходит Девчонка совсем Интересно Жениха где встретила? В школе? Жених У нее появился С рождения У Джанбека Невеста Четыре года Время Быстро летит Сын Через год Уже Женится Отец Невесты Очень уважаемый Человек Породниться С такими людьми Честь Ну Сын вас не подведет Он у вас орел Сафронов знал Что у Джанбека Была девушка Русская И она к тому времени Ждала От парня ребенка Мы когда Из Узбекистана Вернулись Вот тогда он Меня и начал Шантажировать Он же всю жизнь В долгах был Плати Говорит Иначе все Твоему отцу Расскажу А почему Постоянно в долгах? Как это почему? Картежник Ведь Проигрывался Часто А у меня Семья богатая Мне каждый месяц Деньги приходили Я платил А три месяца назад У меня девушка родила И все деньги У меня на ребенка Уходили Тогда я с Сафронов Как с цепи сорвался Говорит Не будешь платить Опозорю всю семью Тебя опозорю Вот и и решился В Узбекистане Когда был этот опиум И взял там Командировки Дождался совместно И Приснул ему бутылку Да и отравил А где пистолет И портфель майора? Так В речку выкинул На окраине города Ладно Пока это запишем Уведите Это ж надо Убил человека Чтобы батю не опозорить Ну Узбеки Надо проверить все Я сейчас позвоню Коллегам в Узбекистан Пусть пробьют Баштаевых Что-то здесь Не сходится Например Все же и так понятно А почему Жанбек Улики не забрал из номера? Зачем так подставляться? Ну По дурости Нет Он далеко не дурак Да Что? Да, выезжаем Поехали Следователю сообщили В лесу В лесу на окраине Харькова Нашли труп Неизвестного мужчины Недалеко от тела Стоял брошенный Автомобиль Жертвы В нем Эксперт-криминалист Нашел кожаный портфель С терракотовой вставкой Вот Лежал на заднем сидении В нем Пропуск на имя Майора Сафронова И импортный Эспандер Причина смерти Огнестрел Два выстрела в упор Судя по гильзам ПМ Значит Может быть Табельная Сафронова Время смерти Часов шесть назад Время ночное На окраине Души Надеяться на свидетелей Бесполезно Номер машины пробили? Да Хозяин машины живой Пару дней назад Владелец продал автомобиль Некому Василию Получил за него полную сумму Вот формальную часть Попросил на несколько дней Перенести Вы что-то Василий Не факт У него в кармане Рецепт на лекарство Выписан на Оленич 1922 года рождения У нас-то помоложе будет Все равно зацепка Дайте пару часов Выясним Время прошло Все вы так Говорите Оперативник выяснил Рецепт выписан на пенсионерку Анну Алексеевну Оленич Женщина рассказала Что лекарство Ей поехал покупать внук 22-летний Василий Стэть Старушка сильно волновалась Из аптеки Он так и не вернулся Оленич рассказала Следователю Что ее внук Работал грузчиком Но где именно Женщина не знала Как у Василия Стэтья Оказался портфель Убитого майора Предстояло выяснить Но имелась Одна зацепка На пуле карточного расчета Значилось имя Вася Следователь отправил Оперативника В гостиницу Заря Простите пожалуйста Да Оперуполномоченный Фролов Клавдей Ивановна Скажите Вы видели Этого человека Да Видела Он приходил В номер К Сафронову Несколько дней назад А почему Вы сразу об этом Не сообщили Администратору Я услышала Слово партия Подумала Солидные люди Понятно Товарищ милиционер Товарищ милиционер Вот Вот Офицер из Прибалтики Майора Сафронова Ищет Говорит Друг Друг Оперуполномоченный Фролов Представьтесь пожалуйста Иван Янсенс Приехал в Харьков Командировку А что случилось? Вашего друга убили Как? А родители Они в курсе? Вы им сообщили? Да А невеста? Какая невеста? Нам о невесте Ничего не известно А вам? Да я Ее ни разу не видел Но Саша говорит Что девушка хорошая Они встретились здесь В Харькове Неделю назад Неделю назад И сразу жениться? Влюбился Моё имя? Фамилия у девушки есть? Только имя знаю Жанна Больше ничего Не густо А это что? А это подарок На день рождения Саша просил Привезти из Латвии Деньги пересылал Позвольте Дорогой подарок В коробке Лежало черное Кружевное белье 52-го размера А сколько лет Девушке исполнится? 25 Я это заберу Как вещдок Ну что Жанбек Давай все заново Знаешь что это? Что? Брехня твоя Махровая Это портфель Сафронова Который ты якобы Выбросил В реку за городом Чего ты врешь? Да я знаю Что ты никого Не убивал Кого ты покрываешь? Знаешь этого человека? Не знаю Как же так? Он играл с тобой В карты В номере майора Точно Играл Ой, Вереваш Вот только понять Не могу зачем Допустим Жан В записной книжке Это ты Но тебя За карточным столом Не было Значит Жан В картежной пуле Кто-то другой Или другая Знаешь ее? Да не молчи Ты дурачок Зачем ты чужое На себя берешь? Уведите его Зачем это ему надо? Я понять не могу Как Жанну искать будем? Есть мысли Есть Для начала я проверю Всех жар в Харькове Которым вот-вот стукнет 25 Только В первую очередь Фигуристых Судя по белью Дама С пышными формами Давай Оперативники выяснили В городе Харькове Проживают две девушки По имени Жанна Которые готовятся Отметить свое 25-летие В апреле Жанна Айвазян И Жанна Мороз Начать решили С Айвазян Она работала Лаборантом В авиационном институте Именно туда Доставил пакет документов Майор Сафронов Закрыто Подождем Извините Можно пройти Вы Жанна Айвазян Это я А у вас вопросы По кому-то из студентов Нет, ни к вам Ни к студентам Ни вопросов нет Может быть вы Знали Александра Сафронова? Нет Понятия не имею А кто это? Никто Всего доброго Можно от вас позвонить? Да, конечно Проходите Следователь созвонился С коллегами Те успели побывать В доме у второй девушки Жанны Мороз Не было дома Родители сообщили Дочка на работе В ресторане Дубки Держи выход Здравствуйте Где кухня? Жанна Мороз На своем месте? А она ушла Вы что-то хотели? Жанна Мороз? Да Что случилось? Вроде По адресу Размерчик Проходящий Я вас кажется Где-то уже видел Это же вы с ним Целовались Тогда Жанна Мороз Жанну Мороз Задержали И отправили В отделение А вот Официанту Удалось скрыться Оперативники Сразу же Отправились По адресу Места прописки Парня Открой Милиция Мы любим На дверь Не подходи Не заходи Я стрелять буду Кишка Танка Во время пьяной драки В харьковском ресторане Дубки Убит майор Службы Фельдъегерско-почтовой связи Минобороны Александр Сафронов Мужчина приехал В Харьков В командировку Жил в городе Уже неделю Выяснилось Сафронов Умер не в результате Полученных в драке Ранений В его крови Обнаружили Высокую дозу Природных опиатов Которые Кто-то ему Подсыпал в коньяк Под подозрение Попадают Работники ресторана Георгий Стриж И Жанна Мороз Как только пришли Результаты экспертизы По изъятому При задержании Пистолету Следователь вызвал Подозреваемых На допрос корю себя мы могли бы и раньше догадаться получается это вы играли с майором в карты мы что а то что ссади на тебя на руки выдает такая если неправильно пистолет макарова держишь следователь сообщил экспертиза установила стыдся убили из пистолета который нашли в квартире стрижа и пальчики твои нашли на бутылке из яка куда впрыснули опиаты игрались да не хотели мы его убивать не хотели мы просто хотели его вырубить и забрать деньги все вы так говорите а теперь рассказывайте вместе и поподробнее так мне шашлык из баранины грамм 700 и коньяк армянский бутылку лучшего по приезду в харьков сафронов снял номер где он мог бы играть в карты партнеров по игре решил найти через официанта хорошо стой послушай а есть нормальные пацаны картишки перебросятся только не кидал и деньги у меня есть ну раз деньги есть то желающие тоже найдутся я например отлично саша официант решил втереться в доверие к майору для начала в номер привел жанну и василий остыть а парня лихого но слабого по части игры проходи саша вася пожалуйста саша жанна секундочку в общем в тот вечер когда все ушли я осталась у него в номере в любовь играли в москве 22 часа кажется вино закончилось надо еще заказать хватит я уже пьяный давай спать а я хочу еще она здесь очень вкусная ну как скажешь только ты не думаешь что я жмот деньги есть я с такими людьми работаю такие дела проворачиваю вот дипломат полный денег и дури такой что голову сносит из азии солдат достает пару дней жанка его окучивала он замуж ее звал дурак а план был простой подсыпать ему опиаты в коньяк чтобы он уснул а опиум я у майора в сумке нашла там много пакетиков было пакетик мусорники намеренно ставили да чтобы подумали на кого угодно но не на меня я же работала в перчатках вот не везет это все уборщица виновата с пустыми ведрами она она вот как теперь приметы не верить не волнуйся ты так котик сейчас отыграешься давай еще один заход отыграет я в туалет освежусь а я пойду подышу свежим воздухом что там во время следующей партии сафронов открыл бутылку коньяка с опиатами из всей компании коньяк пил только он раздавай но его организм как-то не так отреагировал не вырубила его еще вечером жанку в ресторан позвал на встречу и попрыгал куда-то по своим делам а если бы он посреди улицы выключился да я так и хотела послала его постоянно чтобы портфель забрать мне в ресторан нельзя было идти персонал бы меня узнал а он как назло дошел пришлось действовать по обстоятельствам жанна решила показаться на секунду чтобы дать сигнал сообщнику портфель она не забрала следить когда отключится сафронов придется официанту планы нарушили случайные посетители ну а когда майор схлеил ласты мы пошли ко мне домой портфельщика приходовать теперь все у нас будет хорошо смотри 13 тысяч 13 тысяч ну чего ты переживаешь мне тоже его на перо посадила мы с этими деньгами в батуми поедем менты на пороге стоял василий стеть четвертый игрок вася чё тебе надо то что и всем деньги какие деньги я видел что вы что-то прислали в бутылку могу молчать могу не молчать я уже написал на вас письмо в ментуру оно у меня в надежном месте какое письмо в какую ментуру ты оборзел вообще тихо 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 соседи могут услышать а за молчание я прошу 3 тысячи и кожаный дипломат а потом отсекнули ему 3 тысячи а на следующий день он является дайте еще говорит так вы из-за этого решили его убить официант стриж решил не платить повторно он сказал парню что отдаст деньги за городом якобы в целях конспирации вот на это вот дерьмо ты потратил мои три тысячи не твое дело где деньги вот и все вот и все поведите свери в деле осталось поставить одну точку решить судьбу жанбека баштаева напомню сверхсрочник взял на себя убийство майора у следователя имелись мысли на сей счет чтобы бить наверняка требовалось дождаться сигнала из узбекистана в эти дни сотрудники республиканской прокуратуры задержали баштаева старшего его обвиняли в торговле наркотиками жанбек мне только что звонили из ташкента я все знаю отец твой все равно сядет так что рассказывай почему ты решил взять вину смерти сафронова на себя отец сафронову работу предложил еще тогда когда мы были в командировке в узбекистане вы интересный человек майор мне нужна ваша помощь какая у меня дела по всему союзу самому туда-сюда летать возраст не тот другое дело вы всегда в дороге что вам стоит захватить сумку другую а в сумке что неважно главное что этим делом занимаются уважаемые люди соглашайтесь за каждую сумку пятьсот рублей а последние полгода деньги сафронова через меня переводил он был идеальным наркокурьером никто никогда не осматривал его личные вещи я отцу сообщал перемещение его по стране а он он мне в ответ давал списки с адресами и фамилиями у кого сколько опиума у кого сколько денег забрать и так далее почему вину в убийстве решил взять на себя ну во первых пакет с наркотой я его трогал а во вторых блокнот ваш который вы показали я там отца почерк узнал и сразу понял если вы копать начнете на него выйдете история про беременную русскую невесту и шантаж выдумка да выдумка ну не мог я вам сразу про мое рассказать иначе вы бы сразу на отца вышли хороший сын для суда не аргумент так что сядешь уведите официанта георгия стрижа за двойное убийство приговорили к исключительной мере наказания его подельница жена мороз получила 12 лет жанбека баштаева за участие в организованной группе по торговле наркотиками осунили на 8 лет его отца батыра баштаева сняли с должности председателя колхоза дали ему 13 лет дело майора сафронова засекретили чтобы не порочить честь и мундир советского офицера 料理 открытого присправить а пока